Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Юрий Андреевич. Здравствуйте. Давно мы с вами не разговаривали, не встречались в такое время. Нам надо чаще встречаться, чаще говорить, потому что у вас идет параллельный поток деятельности, бурный. У меня идет параллельный поток, и нам обязательно надо с вами обмениваться, обмениваться нашими, хотела сказать инсайтами, не люблю это слово, терпеть не могу, нашими достижениями, нашими пониманиями, озарениями, в плане того, как же нам помочь себе и людям быть здоровыми. Да, здравствуйте, Ольга Алексеевна. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня вот у нас, да, один такой выпуск будет, встреча. Действительно, мы в последнее время не часто встречаемся, люди пишут, просятся проведить еще какие-то интересные темы, совместно раскройте, потому что совместно получается с разных сторон как бы интереснее и, может быть, глубже даже раскрывать те или иные темы. Вот мы подумали, посовещались, вчера созванивались, так получилось, по одной очень важной теме, и решили сегодня провести встречу. И причем, Ольга Алексеевна, давайте расскажем сразу вначале, на что могут рассчитывать зрители, чтобы понять, интересно им это слушать, дальше будет или нет. Во-первых, вот я скажу, а потом уже вы закончите. И тогда речь сегодня пройдет у нас про БАДы, пищевые добавки, про фарминдустрию, про вообще продукты питания в этой связи, насколько они сейчас питательные, экологичные и так далее, что вообще делать надо с природой, с землей, какие перспективы у нас с вами, у человечества, у нашей страны и так далее в этой связи. И обязательно вот я хочу раскрыть тему, мы вчера о чем с вами говорили, тему вот гибели, смерти Петра Петровича Горяева. То есть я сам увидел, услышал, мне мои зрители прислали эту информацию только вчера, я был поражен, это не то слово сказать. Вот давайте, расскажите еще, о чем мы можем с вами сегодня поговорить. Мне хочется поговорить о том, что мир изменился и что дальше уже жить так, как мы жили раньше, безответственно, безалаберно, уже не получится, потому что идет колоссальная потеря, полтора миллиона людей уже умерло, да, и идет, продолжает идти колоссальная потеря. И здесь уже не вопрос, бедный ты или богатый, здесь вопрос, есть ли у тебя свобода выбора. Потому что просто сидеть со сложенными руками и ждать, пока вирус тебя настигнет, а он все равно настигнет большинство из нас, это неправильная позиция. И поэтому мне хочется затронуть тему и свободы выбора, и чему обучаться сейчас, вот какие навыки надо сейчас приобрести для того, чтобы уверенно и спокойно, без стресса чувствовать себя. Потому что мир уже не изменится, уже изменения произошли, и теперь нам нужно тоже измениться, чтобы мы могли соответствовать этому времени. Я думаю, это интересно будет. Более того, мир тянут сейчас в сторону вот этой чудовищной глобализации во всем. И сейчас уже мне многие люди пишут, проживающие вот в Польше писали, по-моему, там Черногории, ну, в разных странах, из Испании писали, что будут вводить чуть ли не принудительную вакцинацию, и не только ее. Ну, в общем, да, вот это вот действительно, куда мир идет, мы примерно понимаем. Ну, давайте тогда обсудим с самого начала. Давайте почтим память Горяева, потому что для меня это тоже очень тяжелая утрата. Я его хорошо знала, у нас с ним даже были общие работы, общие конференции, и я была потрясена, в общем, гениальностью этого человека, который наперекор всему вообще продвигал волновую генетику. И я знаю все его опыты, он мне много рассказывал, каких результатов он добился. И я рассчитывала, что вот как только он это сделает, как только признают, что дистанционно работает генетический механизм передачи информации, что у нас появится огромное светлое пятно и возможность быть здоровыми. Вот, честно говоря, я рассчитывала на это, потому что он не проявлял никаких признаков болезни. Он был абсолютно заряженный, он был позитивный, он был борец. И вот эта вот прям чудовищная история, она меня вот огорчила, ну, невероятно просто. Вы знаете, Ольга Алексеевна, насчет Петра Петровича Горяева, конечно, я был этой информацией поражен, но вы там потом еще скажете, с чем это совпало, очень интересно, что на следующий день произошло. Я пока скажу свои наблюдения. Я тоже лично знал, ну, не так хорошо, как вы, Горяева, и у меня и книга его есть, там тоже, значит, и не одна. И действительно, ведь что могло бы произойти в ближайшее время, если бы не эти события? Ведь его выдвинули на Нобелевскую премию, и, конечно же, это уже само по себе означает огромный прорыв. Эту информацию уже скрывать невозможно. Я вот точно знаю, например, что лет 10 назад японцы, грубо выражаясь, стащили у Горяева определенные исследования, выдав их за свои. Об этом сам Петр Петрович тоже говорил. Более того, тема настолько важна, ведь она касается основополагающих сакральных знаний и понятий. По сути, если бы это было бы доказано, он был бы жив, то мы бы пришли к тому, ну, пришлось бы признать это науке, что первично не материя, по сути, вот, скажем, та самая жизнь, которая построена на биологической белковой основе, а первичной информации, потому что, вот, например, религиозные люди, кто религиозен любой конфессией, люди, они знают, что изначально было слово. То есть, по сути, изначально мысль, слово, в общем, информация, образ, то есть, есть матрица, голограмма. Вот эта матрица первична, по ней строится все, все, что существует на свете, все биологические объекты, от царства животных до царства растений, грибов и так далее. Поэтому, вот это надо понять, некоторые черствые, такие костные люди от лженауки, такой, на самом деле, уже, можно сказать, лженауки, они как раз материалисты закончены, и они это не понимают. Тут сейчас дело даже не про веру, про знание, потому что давно известно, например, что вода, вот, если информацию перенести на воду, раньше, заклятие, заговоры и так далее, это же не просто так, вот, от больной фантазии народа, необразованного было. Это люди прекрасно знали, понимали, есть тому подтверждение. Лично я с 89-го года знаю, вот, была такая фирма в Москве, Svenos S, совместно советско-австрийская, которая лечила людей, ну, скажем так, информацию, перенося о здоровье человека и корректировках на воду. Это долгая история, сейчас я их говорить не буду, я в своих лекциях, кто вот из моих зрителей знает, нет, может найти, посмотреть, мои лекции о воде. Так вот, эту тему я стал тогда очень серьезно изучать, потому что я видел изменения лично на себе, у меня, например, прошли просто, вот, начинался-то гастрит весьма серьезный, прошло после, там, третьего стаканчика по 30 миллилитров этой воды. И мои родственники, некоторые из которых, вот, вот, жили очень долго, имея очень серьезные проблемы, потом это все работает. Поэтому, а это что такое? Это информация. Так вот, Петр Петрович Горяев как раз, по-моему, в Норвегии, ну, в какой-то скандинавской стране, его приглашали, и он делал самый главный, известный, ну, в узких кругах науки свой эксперимент, когда он брал информацию, считывал от поджелудочной железы здоровых маленьких крысят, а крыс другой группы специально убивали их поджелудочную железу специальными препаратами. И вот, когда они должны были на следующий день умереть, в этот момент он начинал переносить на расстоянии эту информацию на умирающих крыс. Причем с расстояния 10 сантиметров, метр, вплоть до километра. И во всех случаях 100% они начинали восстанавливаться, то есть регенерировалась поджелудочная железа, что является 100% доказательством, что информация работает, и информация первична. Ну, это вот вкратце, может быть, вы что-то дополните? Вы знаете, мы с Горяевым провели очень много времени вместе в горах Кавказа, и он мне рассказывал, как это работает. Для меня то, что он рассказывал, было невероятной какой-то сказкой, и, честно говоря, жить было легче, потому что я понимала, что есть люди, которые уже прорвались за грань того, что может продлить нам жизнь. И он мне говорил, что, возможно, регенерация любого органа, любого. То есть вот у человека повреждено сердце, мы можем отправить сигнал, получить назад, отконвертировать его, дать сердцу здоровый импульс, взять импульс от здоровых клеток сердца, и здоровые есть больные, да, ну, зона инфаркта, да. И в этот момент может происходить как бы перецифровка, как бы, ну, вот то, что он называл волновой генетикой, да. Я сейчас очень плотно занимаюсь эпигенетикой, эпигенетикой, и мне абсолютно четко понятно, что сама генетика, вот то, что в генах заложено, это еще не аксиома, что важно, что вокруг, важно, какой идет сигнал, важно, как этот сигнал интерпретирует наш мозг. То есть вокруг чистого включения-выключения гена есть огромное количество позитивных моментов для нас. И сейчас, когда он ушел, я понимаю, что практически все исследования будут прекращены, и в том плане, что больше, ну, нет людей, которые могут так же гореть, как горел Петр Петрович, да, Шипов, Акимов, то есть я еще 20 лет назад читала эти статьи просто с надеждой на то, что нас ожидает достаточно светлое будущее, да. Но как природа есть человек, который его, он говорит сам об этом, который закрывал его группу, разгонял бесконечное количество раз. Даже группу в Нижнем Новгороде, которую сделал Петр Петрович, он тоже умудрился разогнать, причем в самой высокой инстанции. Вот этот человек вчера умер от ковида, то есть он ненадолго пережил Петра Петровича. Вот вопрос, как это работает. То есть Петр Петрович был абсолютно здоровый человек, но вы же знаете, вот, кстати, что словом любого человека можно довести до инфаркта, до инсульта, до тромбоза. Я раньше не понимала, как можно убить словом. А теперь четко понимаю, потому что есть такие слова, которые проникают в самое сердце и разрушают там вот эту вот, вот эту веру, вот эту нить. Вы понимаете, человек же он не, ну, скажем так, он не настолько сильный, чтобы сопротивляться вот этим вот потокам, которые сейчас, вот сейчас идет пандемия, но умрем-то мы не от вируса, а от страха. От страха мы умрем, потому что адреналин, кортизол, то есть это нарушается полностью работа иммунитета. То есть я по себе знаю, когда заболевают мои друзья, мои люди, знакомые, у меня сердце сжимается от того, что мы не до конца понимаем эти механизмы, да. И вот в этот момент надо было бы включать, по сути дела, и веру, и слово, и да хоть что угодно включать, только бы организм поверил, что он может справиться. Тут ведь очень глубокие пласты задеты. В общем, в нашей стране происходит, скажем так, невообразимое, то есть гонения идут на все, на все, что имеет традиции, имеет культурные корни, имеет традиционные моменты, которые длятся тысячу лет. Ведь у нас нет ни одного фитоцелителя нормального, да. Всех бабок мы уничтожили полностью, которые веками собирали вот эти вот крупические, да. Вот у вас, наверное, миллион примеров, когда люди сами жили и других вокруг себя целыми деревнями держали на плаву, да. Идет нападка на гомеопатию. Я вот занимаюсь суплементологией. Это биологически активные добавки к еде. То есть, по сути дела, это умная еда. И такое колоссальное количество негатива в мире идет. Врачи против, Министерство здравоохранения против, там все против. Но как можно быть против люцерны? Божественная трава, да. Но вот вы, наверное, люцерну знаете как никто, да. Можете что-то сказать об этом? Ну, люцерна, безусловно, имея уникальную, длинную, густую корневую систему, добывает из почвы в себя. Вбирает практически все микроэлементы. Там есть незаменимые аминокислоты. Все. То есть, по сути, таких растений буквально по пальцам посчитать можно. То есть, уникальные растения, конечно, это люцерны, это амарант, это сныть, это крапива. Есть и другие, которые, конечно же, обладают определенными свойствами. Это действительно очень древняя наука. Я более вам того скажу, что, естественно, все слышали, что есть такие монастырские травники. И это там с 13-14 века известные они. И, безусловно, это и было. Это же та и есть натуральная, как раз традиционная медицина, которая шла от Гиппократа, по сути, продолжателя его учения, который говорил, что пища и то, что природа дала, вот лекарства. А лекарства это, собственно, пища, только если она естественная, натуральная, человеческая. Но это уже мы другой темы коснемся. Это вот первое. Второе. Что бы я хотел сказать насчет гомеопатии? Как-то один знакомый там моего отца, скажем так, ну вот он на телевидении выступал, профессор один, вернее, там была студия передачи, и там как раз вот над гомеопатией разборки свершались. А он и его спросили, авторитетный ученый, я не буду говорить, кто? А как вы считаете насчет гомеопатии? Он сказал, я вообще считать ничего не буду. В свое время мне, у моего сына, ну моего сына, он, говорит, спас, просто ничего не могли никто помочь, один старый дедушка гомеопат. Поэтому вы бы мне чего-то хотите говорить, а мне наплевать на это. Я знаю, что это работает просто по практике, а практика, это критерии истины, все, я, говорит, больше говорить даже с вами не буду ни о чем. Это что касается гомеопатии. То есть те, кто гомеопатию считают, лженаукой искренне считают, либо это идиоты, либо это враги. И я, конечно, считаю, что вот таких врагов нет. Есть вещи, которые можно прощать, есть, которые нет, потому что это враги всего народа и человечества. Их надо записывать, запоминать, и когда придет, а я уверен, придет другое время, нужно со всеми по счетам рассчитаться. Это я, мое глубокое убеждение. Я не добрый в этом смысле человек. Есть вещи, которые просто преступления, ну вот нацизм же и так далее, и всего человечества оценило, что это преступление против человечности. Это тоже преступление против человечности. То, что сейчас собираются внедрять насильственно, ну в некоторых странах, по крайней мере, прививки, вакцины, то есть насильственно, то есть под угрозой каких-то расправ, штрафов, может быть, более серьезных каких-то видов ответственности. То, что считают то, что тысячелетиями и столетиями было естественно, целебно, помогало, реально считают это за лженауку, за чуть ли не вредительство и так далее. Вот за все это люди, вот эти мерзавцы должны, конечно, ответить. Я надеюсь, что придет такое время и довольно-таки скоро, когда им придется за это ответить. Ну, фармакология платит огромные деньги за то, чтобы не было ничего, кроме фармакологии. Конечно. Да, для того, чтобы были только одни антибиотики, только что-то. Я глубоко уважаю фармакологические настоящие варианты лекарств, которые помогают людям, да, особенно в острых состояниях. И, безусловно, любой нормальный врач в остром состоянии будет применять быстродействующую химию. Но в хронических заболеваниях, в пожилом возрасте, в других состояниях нам обязательно надо обращаться к природным веществам. Вот, например, та же люцерна. Ну, каким образом мы будем ее есть? Мы же не коровы, чтобы пойти пощипать эту люцерну. Поэтому нам она нужна в каком-то приготовленном виде. Единственный вид, который мы можем сделать, это суплементы, это добавка к пище, это капсулы, это таблетки, это гранулы, это сублимация, это какой-то бережный механизм сохранения, это механизм, может быть, приготовления растворимых каких-то растворов, да, это может быть щадящее сушение с сохранением нативных аминокислот. То есть сейчас просто так пойти люцерну поесть, ну, срезать ее и поесть, это не получится, во-первых, во-вторых, потому что зима 8 месяцев у нас, да, куда нам это все? И тем не менее люди, которые заготавливают вот этот ценнейший материал, да, люцерну, спирулину, келп, там, хлореллу, различные вот уникальные, буквально штучные варианты, там, те же специи, ну, то есть как можно кушать специю? Ну, вот я не люблю куркуму, но я понимаю, что мне ее надо кушать, как каждому человеку всю оставшуюся жизнь до последнего дня, да, потому что результаты по онкологии на том же Цейлоне, в той же Индии совершенно другие, то есть есть виды онкологии, которые там практически в десятки раз ниже, да, вот, поэтому мне проще съесть биологически активный суплемент, то есть в капсуле проглотить и даже не думать на эту тему, но, тем не менее, человека лишают права выбора, вот это меня больше всего волнует, я, в принципе, человек свободный, да, и я понимаю, что каждый человек может в силу своих знаний, а вот это уже знание, вот это уже, скажем так, управляемо, да, то есть, пожалуйста, обучайтесь. Вот представьте себе, нам для того, чтобы создать условия в клетке, нужны 47 веществ, которые не синтезируются в организме, вот, допустим, есть растения, это мировые растения, где эти все 47 веществ есть, допустим, но этих растений у нас нет, то есть мы не живем на озерах со спирулиной, правильно, у нас нет полей засеянными люцернами, у меня есть один друг, профессор, он мне давно говорил, давай возьмем поля люцерны, сделаем порошки, таблетки, будем это добавлять там в хлеб, я говорю, слушай, но я с удовольствием, но невкусно будет хлеб с травой, потому что он будет зеленый, вот как-то, ну, непривычно, хлеб он, хлеб он белый там или еще какой-то черный, да, коричневый, и когда он будет зеленый, это будет, ну, как бы немножечко нестандартно, но, он говорил, вот, когда не будет пищи вообще, я говорю, да что ты такое говоришь, как это не может быть пищи вообще, но он говорит, почвы истощены, погода плохая, бездарные руководители, бездарнейшие, вы, вы же имеете усадьбы в лучших областях, так сказать, нашей страны, в каком состоянии там сельское хозяйство, Юрий Андреевич? Да, сельское хозяйство, оно, конечно, где-то отдельные отрасли, и то, которые абсолютно вредят природе, это либо то, что засеивают рапсом, особенно на севере, которые, которые вообще, это просто бред, то есть, вот для биотоплива, ну, какое там биотопливо, когда там такой химии удобряют, что земля потом будет непригодна для получения плодов земли, то есть, просто, это пагуба, конечно, вот это вот биотопливо. Я знаю, что вы сады высаживаете прямо невероятные, скажите два слова об этом, потому что я не знаю другого человека, который сады высаживает сейчас. Нет, ну, конечно, есть люди, кто высаживает, но у нас просто по технологиям абсолютно экологичным, там это другой вообще аспект, вот, а вообще, да, вот в этом году у нас, например, два участка, вот, причем это были леса, там все шла раскорчевка, то есть, это действительно там уникальная почва, потому что с глубины, с огромной корневой системой разных растений, там осин, ольхи, березы, питательные вещества поставлялись и с листовым опадом формировали вот эту каштановую шикарную почву и действительно плодородную. Так вот, у нас посадили мы один сад в начале, ну, летом, скажем, более 500, яблонь, груш, персиков, там, сливы и так далее, и 500 осенью, ну, больше 500, 300 посадили разных видов рябин, клены сахаристые, разные виды орехов, но у меня большой питомник, и мы расширяем территорию и сажаем действительно много очень интересных плодовых растений. Я понимаю, что вы, естественно, готовитесь к тому, чтобы, когда все уже уничтожат, чтобы были какие-то возможности человеку купить экологически чистые яблоки, экологически чистые груши, потому что я знаю, мне мои друзья рассказывали, что в Польше, пролетая над садами, птицы просто падают. То есть, если они присядут, там настолько отравлено, и утром работники ходят и собирают, значит, мертвых птиц, мертвых грузунов разных, да, а потом эти яблоки поступают к нам. То есть, я уже, честно говоря, даже не знаю, как эти яблоки отмывать. У нас есть такой мыльный раствор, Alive, да, при помощи которого я практически, у меня все, начиная от огурцов до помидор, обрабатывается этим мыльным раствором, потому что я понимаю, какую дозу отравляющих веществ. Вот смотрите, сейчас зима уже, да, а это значит, что ни один фрукт битый, битый холодом храниться не будет, а сразу же придут грибы, и вот эту формулу битую используют для того, чтобы вырасти, да, а они ведь, они не портятся, они не портятся. О чем это говорит? Это говорит о том, что они отравлены, просто отравлены, и смыв вот с этих шкурок фруктовых, апельсиновых, мандариновых и так далее, это просто ядовитая жидкость, которая уничтожает нашу жизнь. Я более того скажу, сейчас просто по закону обязаны поставщики-экспортеры любых фруктах, овощей их обрабатывать определенными растворами, и там, и здесь, при получении по санэпидемнормам, чтобы, так сказать, не было бактериальных посевов, и так далее, просто обязаны. Но чем их обрабатывают? Ну, слушайте, если даже, если даже вот в постсоветское время из Абхазии, которую все знают, вот чистые, вы знаете, ну мне просто человек, у меня же там есть знакомые, мы же оттуда берем с садов, которые, так сказать, не обрабатываются, и мы знаем, что там происходит массово, когда мы говорим вот о поставках во все эти сети, там ванны берут огромные, и в хлорке их моют просто, в хлорке, чтобы вот это вот потемнение не было между порами кожицы мандарина, вот эти грибки, но они внутрь не проникают, там специфические, но это некрасивый внешний вид такой темный, они темнеют, когда лежат, а эти нет, потому что хлоркой обрабатывают. Что касается Европы, вот вы сказали, Польша, там Испания и так далее, там почва уже давно превратилась не в субстрат питательный, а почва превратилась давно в удержание просто вещества, которое удерживает корневую систему, куда поставляют, по сути, растворенные минералы, значит, полученные химической промышленностью, ну, естественно, гербициды, пестициды, инсоксициды и прочая гадость, которую льют непременно. Поэтому говорить о хоть какой-то маломальской здоровой пище просто невозможно. Да, есть маленькие органические хозяйства везде, они есть и в Европе, но на всех людей этой пищи не хватит. Поэтому я всегда призываю, дорогие друзья, вот у нас в советское время было вот такое подспорье, как свои шесть соток, ну, у кого-то больше, сейчас это проще. И, естественно, каждый может иметь какое-то приусадебное небольшое хозяйство. Понятно, что не все сейчас уже люди так работают и многие не ездят, не выезжают из-за городов вообще никуда, это плохо. Это и для здоровья вредно, и продуктов здоровых не будет. Поэтому остается вариант покупать у тех, в ком вы уверены, кто производит настоящие экологически чистые продукты. Таких производителей, продавцов такой продукции очень мало сейчас. Поэтому две альтернативы. Или вы что-то, по крайней мере, выращиваете и потребляете сами, заготавливаете на азиму, либо покупаете у тех, кому вы доверяете по сути. Но это уже выбор за каждым. Я долгое время, вы же знаете, я долгое время преподавала нутрициологию. Я начала ее преподавать еще 20 лет назад. И мне хотелось сдвинуть вот эту парадигму в области питания. Но энтузиазм мой с годами, особенно последние 5 лет, он сошел практически на нет. Почему? Потому что рекомендовать сейчас еду, в которой кроме антибиотика, отравляющих веществ и консервантов, разрыхлителей и красителей мало что есть, мне просто не позволяет, что называется, совесть. И поэтому я приняла для себя такое решение. Я полностью ушла в суплементологию. У нас в стране это называется биологически активные добавки. Но у нас нет ни специальности, у нас нет ни науки такой. У нас нет никаких исследований, которые проводились бы системно, методологически. Кстати, 30 числа сегодня как раз проходит конференция по биологически активным добавкам в Москве. Но я даже туда не поехала, потому что я знаю, что ничего нормального у нас не происходит. Что законы по отношению к БАДам не демократичные. Что права выбора, свободы выбора у людей нет практически. Что перевозить БАДы нельзя ни у перевозчика. Представляете, тут один знакомый мне звонит и говорит, Ольга Алексеевна, я хочу продавать те БАДы, с которыми вы работаете, потому что вы для меня являетесь личным гарантом. Вот я вас уважаю, я вас знаю, и я понимаю, что я из других рук брать не могу. И вот я хочу продавать именно то, что вы исследуете то, чем вы работаете 20 лет. Но говорит, мне пришло письмо Центробанка, Юрий Андреевич, Центробанка, что вы не имеете в интернет-магазине права продавать БАДы. Можете себе представить, как глубоко форма заходит и как она нам диктует, что можно, что нельзя. Скоро она нам будет диктовать, а можно воду пить или нельзя, или какую воду пить. То есть мы ведь, покупая воду сейчас в бутылках, не знаем, что они нам туда положили. Мы не знаем, чем они ее консервируют. То есть мы вообще ничего не знаем. Мы не знаем, что они добавляют в водопроводную воду. Хлораты, перхлораты и так далее, и так далее. То есть а хлор не уничтожается при кипячении. То есть мы, по сути дела, заложники, заложники вот этих людей, которые посчитали, что они вправе распоряжаться скважинами, распоряжаться натуральными какими-то травами. Кафедры, сколько кафедры у нас было по нутрициологии, по фитотерапии. Сейчас ничего подобного, так сказать, нету. Ну ничего удивительного здесь нет. Я вот начинал, собственно, с этого, что это проклятая глобализация. Это, скажем, постиндустриальный мир. То есть по сути своей высшая стадия капитализма империализм. А это значит, что все стремится к поглощению, уничтожению более мелких и средних крупными корпорациями. А крупные корпорации отстаивают только одно. Главная их цель – это управление абсолютное. И капитал – это второе. Поэтому нет таких преступлений. Это давно известно. Перед которыми они не остановятся. Поэтому там совесть, там честь или справедливость, или демократия. Это все смешно, конечно, говорить. Для тех, кто понимает вообще, в каком мире мы живем. Это в советское время могли быть препараты на основе чаги, чаговид, там прочие, которые продавались вон с 50-х годов. Сейчас все, кранты. Сейчас даже зверобой в аптеках, он искусственный. Вот с препаратами. Это не натуральный, не из трав сделанный. А они будут зажимать гайки дальше. Поэтому некоторые люди сейчас, даже компании, выпускающие БАДы, у них есть вторая сертификация, чтобы их можно было продавать. То есть, так вот, пока есть возможность, а вот такие лазейки, например, как пищевой продукт. Поэтому даже на нем пишут совершенно другое применение. Там, какое, ну, не писали бы при БАДах, а уже так куларно поясняют, как надо принимать. То есть, вот такие хитрости. То есть, нам придумывают палки, вставляют в колеса. Их, там, юристы соответствующих компаний, тех или иных, все-таки как-то пытаются обходить. Ну, в общем, вот посмотрим, чем все это дело кончится. Но что такое БАД? У некоторых людей даже возникла такая вот больная ассоциация на тему БАД. Это что-то такое, а, гербалаев, или там, а, понятно, это плохо, это все ерунда. Вот как людям мозги промыли. БАД – это биологически активная добавка. Холорелла или спирулин – это природные, например, или фукус, водоросли. Но, если мы их называем БАДами, от этого что они? Становятся сразу какой-то проклятой алхимией там или чем-то вредным? Или это что, продукты из нефтехимии, как ваши любимые антибиотики, лекарства? Ну, я имею в виду к тем, обращаясь к людям, которые отстаивают медицинскую химию и ненавидят БАДы. Такие и есть сумасшедшие люди. Так вот, я им говорю, от этого что? Природные продукты перестали быть натуральными, природными, но мы их называем БАДами. И люцерна, та же трава, которую вы сказали, тоже это, можно ее сублимировать, экстракты взять, там вакуумная сушка. И вот получается некий продукт, концентрат питательных веществ. Причем дозированный, сохраненный, сертифицированный, то есть прошедший кучу-кучу степеней контроля. То есть берешь одну капсулу, там суточная норма, там две капсулы, поддерживающая доза. То есть люди, огромное количество людей работают для того, чтобы причесать эти продукты, чтобы сделать их доступными. Каждому стоимость не очень большая, гораздо дешевле, чем стоят сейчас те продукты, к которым мы стремимся. Потому что на самом деле есть хорошие продукты, безусловно, но их надо знать, их надо знать. Поэтому я всегда говорю, мы платим за свое незнание, мы платим за свое невежество. И я сейчас решила сделать такое направление, я хочу легализовать суплементологию в России в том числе, но и во всем мире. Потому что это несправедливо, что человек не может ознакомиться с информацией про самое ценное квинтэссенцию вот этой вот природы. По сути дела квинтэссенцию, да. Ну вот, например, гинкобелова, да. Вот когда я у вас первый раз увидела дерево гинкобелова на вашем участке, я была потрясена, потому что я думала, что у нас нет этого. Но вот представьте, оно обладает уникальным свойством, уникальным. Но как мы можем его есть? Мы не будем листья объедать с гинкобелова, да. Значит, кто-то должен собрать, исследовать, сделать экстракт, этот экстракт запечатать, рассчитать дозировку, рассчитать эффект, который мы получим, описать этот эффект, сертифицировать, сохранить, поставить в торговую сеть или куда-нибудь, да. То есть это же от момента, что вы вырастили во дворе это уникальное дерево, до момента, когда оно попадет к нам в качестве уникального целительного вещества, пройдет целая-целая цепь событий. И вот эту цепь разрывают на всех путях, вот везде. То есть, по сути дела, на каждом этапе вставляют различные... Вот, сейчас вы знаете, какая очень хорошая у них история? Сроки хранения. Сроки хранения, это просто чудеса. Активированный уголь, срок хранения год. Активированный уголь. Ничего, что он 100 миллионов лет лежал под землей. А у соли пишут, у соды соли, да, пишут срок хранения. То есть на всем должен быть срок хранения. Нужно продать быстро, произвести мало, чтобы партия не застоялась и не выкинуть потом, потому что продавать нельзя. Чтобы все удорожало, чтобы все удорожало. Чтобы в итоге все так удорожало, еще больше, там в два, в три раза, чтобы на основе вот этой вот, если человек будет выбирать химия в аптеках или натуральные средства, а эти натуральные средства еще не по нашей причине жадности производителей, допустим, а по причине того, что душат от налогов до всяких сертификатов и палки в колеса вот на всех этапах от производства. А потом некоторые, кстати, знаете, очень важный момент. Некоторые говорят, а что же, если это так хорошо работает, умные такие, прогрессивные люди, то вы, мол, это, ну, обращаясь к разным производителям, не сертифицируете это как лекарственные средства. Я просто, вот знаете, как вот крепкие выражения я не буду сейчас потреблять, но я таким глупым людям скажу, ну, заплатить полмиллиона, миллион долларов только, чтобы и два-три года вот надо на какие-то деньги производству существовать, чтобы это сертифицировали как лекарство. Это такие средства, что потом, во-первых, это действительно нужно быть очень крупной компанией, а крупные компании работают с фармгигантами и выпускают из нефтехимии все. И потом это нужно, ну, так сказать, это какое время, какие деньги на это нужно оставить, это ни у кого из производителей натуральных средств на это нет возможности. Поэтому и берут вверх, и душат фармкомпании, и те, кому они платят, различные мерзавцы, власть имущие, которые лоббируют их интересы за огромные проценты. А у них проценты они любые могут заплатить, потому что они вращают миллиардами, все эти гиганты, вы их знаете, не будем называть фирмы название. Этим же, кстати, людям, кто владеют этими компаниями, принадлежат банки, средства массовой информации во всем мире и так далее, и так далее, все в их руках. Можно с ними конкурировать вот так, честно, нет, а они честно не будут. Поэтому, чтобы было все нечестно, и как они хотят, они используют рычаги, какие? СМИ, где будут вам с РЕН-ТВ или откуда-то кричать всякую ахинею, ну, за что им заплатят. Плюс будет, соответственно, распоряжение, и гайки закрутят, чтобы производитель не смог производить продукты. Ну, в общем, вот к этому все и идет. А вы знаете, что они еще придумали? Они еще придумали такую уникальную вещь. Честные производители хотят, чтобы дешевле было все, ну, реально дешевле. И можно было бы создавить программы, которые бы включали только суточную дозу. Но до чего они додумались? Нельзя в один пакетик класть сырье разных производителей, а ни один человек в мире не будет производить спирулину и витамин D одновременно, правильно? Это разные производства. И нельзя, чтобы сроки годности были разные. То есть один товар идет, например, с трехлетним сроком годности, а второй с однолетним. Их уже нельзя класть одновременно. То есть, ну, в общем, я скажу так, идет такой вот, ну, скажем так, запрещающий беспредел, можно сказать. Можно сказать, запрещающий беспредел. И в итоге мы с вами получаем вместо, там, 5000 лучших продуктов, мы получаем, там, не знаю, первую сотню. Вместо цены, которая была бы доступна каждому человеку, мы получаем повышение цен, которые идут на сертификацию и, так сказать, на кормление вот этих органов всяких, да? То есть у нас абсолютно не осталось свободы выбора. Точно мы идем к цифровому государству. Вот. Точно мы идем к стройными рядами, точно мы идем к медицине, которая сейчас находится в бедственном положении, прямо в бедственном. Я преклоняюсь перед врачами, которые, не имея ничего, работают в красных зонах. То есть они практически своей жизнью рискуют. То есть вот ушел на работу и неизвестно, через 14 дней ты уже можешь быть на этой койке точно так же, да? И мы сейчас расплачиваемся не с вирусом, а мы сейчас расплачиваемся с несостоятельностью медицины, которая не понимает, как лечить этот вирус. Вот мы с чем расплачиваемся. Из-за этого мы терпим и убытки, и разрушается экономика, и люди болеют, и люди умирают, потому что медицина оказалась не готова к самым элементарным вещам. К самым элементарным вещам. Когда мы все это сократили, оптимизировали, когда мы успокоились так, что вообще никому ничего не надо, все платное замечательно. То есть сейчас, конечно, пытаются сделать что-то, остановить хоть как-то, да? Но я думаю, что на это уйдет огромное количество сред, которые гораздо больше, если бы они не разрушали, вообще ничего бы не трогали, не оптимизировали. И врачи сейчас находятся на переднем крае практически на войне. Практически на войне. Потому что не понимая, как это течет, не имея никаких научных данных, не имея клинических. То есть вирусологи нас победили. Они нам рассказывают про как эти работают вирусы на этих клетках, что они блокируют. Но существует организм, в котором все работает иначе. Вы же понимаете, что организм настолько всемогущий, что если бы ему помочь немножко, а помочь можно было бы суплементами, помочь можно было бы травами, помочь можно было бы питанием нормальным, да? То есть помочь можно было бы позитивным настроением, коллективным разумом. Потому что на самом деле были и более страшные времена. И народ выстаивал, да? А сейчас практически нам не оставляют возможности привести в порядок свою нервную систему. Дело в том, что сейчас, безусловно, особенно в СМИ, везде, как бы идет такой настрой пессимизма глобального, народного такого. То есть провоцируется, по сути, вот это депрессивное постоянное состояние, в котором иммунная система будет расшатана и просто убита. Безусловно. Это такой накал негатива. Как будто нет вообще никакого позитива. Но об этом не говорят. Говорят про негатив. И, естественно, что не передача, даже если поднимают правильные, важные темы о какой-то несправедливости и так далее, то в итоге с чем человек выключает телевизор? С тем, что нет решения никакого. Ему не сказали, вот мы, мол, как правительство, или так сказать, вот нашли несправедливость, моментально завтра это там ликвидируем или что-то. Нет, поговорили и вроде дальше. А что дальше? А завтра то же самое начинают. И вот в этой связи я считаю, что вообще все натуральное, может быть, не дай бог, но такое может быть, что вообще уйдет в скором времени в подполе, по сути. Как партизаны будем, так сказать, бороться, отстаивать какие-то оставшиеся знания народные, поистине идущие в тысячелетние корни туда, вглубь. И вот это науки фунготерапии, фитотерапии. И, кстати, я хочу сказать, что вот по поводу ковида, 19-го, у меня есть вот последнее видео, это я к зрителям обращаюсь на моем YouTube-канале, где я объяснил уже, так сказать, вот имея вот эти знания за 8-9 месяцев от начала такой глобальной эпидемии, что точно известно, научно известно. Ну, например, такие вещи как-то, что, например, абсолютно это факт, что цинк, например, таким образом укрепляет иммунную систему, что она начинает бороться с коронавирусами любыми, гораздо эффективнее, витамин D3, только дозировки. Опять-таки, вот тут, кстати, есть хитрость такая. Еще палки в колеса делают, причем во всем мире, но у нас в более сильной степени, дозировки. Например, разрешают такую дозировку, которая не работает. Абсолютно. То есть, я даже сразу пример приведу. Абсолютно, кстати, научно. Есть зарубежные профессора, про это говорят, он можно в Ютубе наоткрыть, даже там увидеть. То есть, научные данные, журналы, ланцеты, прочие самые известные медицинские издания, что, например, витамин D3, дозировка рабочая, 10 тысяч международных единиц в сутки. 10-20 тысяч проводились эксперименты, когда 100 тысяч принимали люди на протяжении трех недель, и побочных эффектов не было. А напротив, иммунная система укрепляет. Вот 10-20 тысяч международных единиц в сутки. Какая рекомендация на тюбике любом, что продаются в аптеках отечественных, 600-800 единиц. В 20-30 раз меньше. Ну, в Америке это в 10 раз меньше. Реальные нормы. Вот вам еще одна проблема. То есть, и человек говорит, это что, мне 20 пилюль принимать? Да, скажите спасибо вот этим друзьям из Министерства здравоохранения и другим чиновникам. Кстати, заодно скажите им, поблагодарите, скажите спасибо за то, что цены именно такие, а не другие, что они вот именно, так сказать, все делают для того, чтобы как можно были выше цены. Ну и, естественно, что тут можно еще сказать? Я не знаю. Скажите, Ольга Алексеевна, что ты еще? Я, кстати, везде пытаюсь найти абсолютные данные смертности помесячно. Ведь они, по идее, должны быть, да, смертности, общей смертности. Например, общая смертность в России, там, 15 ноября 1919, 18, 17, 16, ну, хотя бы так, да? Потому что мы сейчас смотрим, там умер, там умер, там умер. И паника вот, ну, она реально поднимается. Даже врачам страшно, да? Нам надо знать ведь абсолютный прирост. Так, сколько выздоровел человек дают, но это не играет никакой роли. Нам надо знать, сколько человек в этом же году умерло, в прошлом году умерло в этот же день. Вот тогда это было бы, да. А мы не имеем этих данных. Если умерло столько же, например, да, то значит статистика что-то не то. Если умерло там на 30% больше, значит, действительно у нас все плохо. То есть вот даже статистика, я знаю, что эта статистика, она как бы, ну, какая надо, такая и будет, да? Но даже врачи не могут найти этой статистики. То есть мы рулим этой статистикой так, как нам надо. Я считаю, что это, что мы, я вообще считаю, что мы теряем свободу. Вот Юрий Андреевич. Это абсолютный факт. Я скажу так, что косвенно, понятно, что видно однозначно, что эпидемия, конечно, усиливается. Я знаю лично, например, многих знакомых, что заболевают вот сплошняком, даже среди там, ну, в Скове у меня много знакомых. В Москве вот врачи есть, которые даже вот из Блохина, онкологи там или там, скажем, ну, много знакомых, очень много. Да, рост идет однозначно. Но что я хочу сказать? Вот давайте так, я, еще раз, вот люди спросят нас, а что же делать, как себя защитить? Я скажу так, от вируса, всегда во все времена было, есть и будет, это не бактерии и грибки. Можно защититься только укреплением иммунной системы, потому что только наши родные клетки иммунной системы могут уничтожать вирусы другой борьбы, ну, то есть блокировки их уничтожения, по сути, нет, тем более, если они уже в клетке находятся или они защищены, по сути. Причем до заболевания, до заболевания. Во время заболевания уже сценарий аутоиммунный есть, а вот до заболевания надо укреплять иммунную систему. Именно, конечно, потому что все зависит, какое количество вируса попадет, ну, например, там, со слюной чихнувшего на вас человека, условно говоря, какое количество. И вот зависит от того, попадет у одного человека такое количество, у другого такое же. Ну, у одного человека иммунитет ослаблен, у другого более крепкий, сильный, у него нет дефицита в питательных веществах, у него биохимические процессы идут так, как природой запрограммировано, то есть в норме все, запас питательных веществ, жизненных сил есть. И тогда этот человек заболеет совершенно от большей дозы. Его заболевание будет проходить, может быть, даже бессимптомно. Поэтому нужно укреплять иммунитет. А для этого надо понимать, совершенно верно, что я всегда об этом уже долгие годы говорю, что продукты питания, даже если они не химические, натуральные, они бедны питательными веществами. Например, есть таблица, по которой с 900 какого-то начала века прошлого ведётся учёт. Например, каждые 5-10 лет высаживаются определённые культуры на этих почвах и берётся полный анализ, что эти продукты, плоды в себе содержат. И мы видим одну и ту же тенденцию. В 5, в 10, в 20, а иногда и в большее количество раз уменьшается количество микро, особенно микро- и макроэлементов тоже в этих продуктах питания. Селен, цинк и так далее, их меньше, меньше и меньше. Их тем более даже химически внести не могут на полях, по крайней мере массово. Вносят, вы сами знаете, фосфор, азот и так далее. Но не вносят редкий и очень жизненно необходимый микроэлемент, кремний там и прочее. А они очень нужны. Иммунная система не будет при дефиците многих из них работать нормально. Селен, цинк и прочее. Как быть в наше время? Вот реально как быть? Можно теоретически много о чём рассуждать, можно себя успокаивать. Но чтобы не обманывать себя, вот давайте скажем открыто, в наши дни, к сожалению, с такой убитой почвой, интенсивным сельским хозяйством, невозможно без добавок концентрированных тех веществ, которых нашей жизни нам не хватает, уберечь себя от проблем не только там вирусных каких-то, там укрепления иммунитета и так далее, а вообще в принципе для нормального функционирования наших жизненных всех систем нам многих веществ не хватает. Постепенно, когда их не хватает из года в годы, складывается иммунно-дефицитное состояние. А такие состояния провоцируют болезни уже в активную форму, то есть из латентной, скрытой, любые вообще хронические болезни могут выходить и брать верх над человеком. Кстати, вы знаете, о чём я ещё хочу сказать? Для меня это было в общем большой неожиданностью, но как-то я переосмыслила это и поняла. Вот по поводу масок, да? Вот просто какой-то камень преткновения. Носить маски, не носить маски. Я купила, когда была в Арабских Эмиратах, купила целую упаковку масок, ну таких вот, ну мощных, знаете, таких прям. И я в основном сижу сейчас дома, работаю из дома, на работе у меня тоже как бы народоскопление небольшое, и поэтому в магазины я не хожу, ну так, я полностью организовала себе, не хочу болеть, если честно. И я одела маску эту и зашла, ну как бы в магазин мне надо было там что-то подобрать. И я поняла вдруг с ужасом, что я не могу дышать в ней. Я не могу в ней дышать. Вы понимаете, настолько это спрессованная бумага, что она практически не пропускает воздух. Я полжизни проработала в маске, полжизни. То есть я врач скорой помощи и в сезон эпидемии мы без маски просто даже никому не подходили. Но, Юрий Андреевич, у нас были восьмислойные маски, сшитые из марли. Мы сами их шили, никто нас никакими масками не обеспечивал. Восемь слоев марли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обметали на живульке, приделали четыре веревочки и длинненькие такие, которые можно было на шапку завязать. Не на уши, точно не на уши. Потому что я, когда вышла через 15 минут из магазина в этой маске, у меня просто вообще, я понимала, что у меня уже гипоксия, пульс 90, уши заболели. То есть от 15 минут у меня от этих резинок практически заболели уши. То есть я поняла, что, друзья мои, надо ходить в маске, но не в той маске, которую продают сейчас. Это вообще непригодно к использованию. Ни одна из масок непригодна. Я попробовала вторые носить. Они обработаны каким-то составом. Там есть какая-то тончайшая пленочка, которая тоже не пропускает кислород. Юрий Андреевич, это вообще катастрофа. То есть у меня абсолютно нет дыхательной недостаточности. Я на гипоксию реагирую очень четко, потому что я спикер. И я, когда разговариваю, я не вдыхаю практически. Поэтому я очень устойчива к гипоксии. Но чтобы я не могла 25 минут находиться в маске, это не я такая, это маска не та. Я призываю всех людей, друзья мои, прекратите играть в эти игры. Шейте себе 10 восьмислойных масок. Стирайте их, гладьте их, дезинфицируйте их, отмачивайте их в каком-нибудь дезрастворе. Там потом можете кипятить их. То есть мы так делали на протяжении 40 лет, которых я нахожусь в медицине. То есть ни один врач не пойдет в эпидемию, в палату больного без маски. Это нереально. Но мы никогда от них не задыхались, потому что 8 слоев марли, они пропускают воздух и задерживают вот этот поток бактерий. Потому что один слой так, другой так, третий так, четвертый так. То есть эффективность намного выше, чем вот этих вот однослойных бумажечек, сложенных в 8 слоев. То есть для меня это было действительно открытием, потому что я долго в маске не находилась. И я поняла, что я не могу в ней дышать. Для меня это было просто шоком. Я вот на это скажу так, что я вот в этом плане поустойчивее. То есть я-то могу все что угодно и дышать в масках в этих тоже. Но приходится иногда выезжать там на объект куда-то по стройкам своим и так далее. Но скажу так, что, конечно, эти маски это совсем не дело. Да, там одна синтетика. Мы даже специально ввели вот с одной маленькой фирмой, сотрудничаем у нас в продаже, например, на нашем сайте есть маски тканевые, где есть вкладыш и специальный такой из льна, по-моему, сделанный такой типа мешковины, которая пропитана прополисом. Вот, шикарно, шикарно, конечно. А прополис сам по себе, как многие, наверное, знают, это антивирусное в том числе, очень сильное средство, природное, натуральное, мощнейший антисептик, антибиотик прополис. Так вот, ну я что еще в этой связи хочу сказать. Вот некоторые люди действительно, вот так вот, тут перегиб с двух сторон. Понятно, что людям не хочется ходить в масках. Но когда вот действительно эпидемия, это, конечно, необходимо, потому что это в большей степени защита вот кого. Но вот если человек носитель, а он может еще этого не знать, он еще не знал, он заразился, но еще в активной форме не проявляется, но других он может заразить. Он кашляет со слюной на десятки метров. Обязательно надо в маске быть, но просто не в такой, в которых мы ходим. Да, да, то есть это необходимо, это просто правило гигиены, порядочного, любого честного человека. Но маски должны быть, да, просто другие маски, чтобы это было комфортно. А то, что там вы скажете из марли, мол, вирус пройдет, да дело-то не в этом, слюна не пройдет. Вот в чем дело, это за... И в этой маске вирус пройдет. Вирус такой маленький, что он где угодно. Просто маска защитит тех, кто еще не заражен, а тех, кто уже заражен, но не знает об этом. Вот только об этом речь идет. Более того, совершенно справедливо. Вот мать моей жены, например, она как делает? Она эту маску, вот так сказать, вот кипятит правильно, а потом утюгом проглаживает. Да, да, сто процентов. Вот и все, то есть вот она полная. Кто-то не хочет так, озонатор, пожалуйста, заведите озонатор, озон убивает все. Положите в коробку озонатор портативный, включите, поместите туда на, там, не знаю, на шпильках, на крючочках вот эти вот, так сказать, пожалуйста, ваши маски. Они продезинфицируются, там убьется все, что только может быть, потому что озон убивает все. Вот вам второй способ. Кстати, в Японии маски это правило хорошего тона. Если ты зашел без маски в период цветения сакуры в метро и чихаешь и брызгаешь слюной в метро, то тебя просто выкинут из этого метро, просто попросят вежливо выйти. Поэтому они все в масках. Девушки, чтобы не краситься, одевают маски. То есть вирус уйдет, а культура ношения маски, она должна остаться, потому что мы сильно заигрались. Мы сильно заигрались с перекрестной инфекцией. То есть и врачи, они по идее должны входить в палату больного в маске, потому что лежит человек после операции. Врач пришел со своими насморками, и он реально может умирающего больного заразить. То есть он обязан надевать маску просто. Организм может быть у человека ослаблен, ну, в любом случае он ослаблен после операции. И тут врач на него кашляет. Вот вам это приятно было бы, те, кто противники ярой маски, все только по определению, что маски это вот для вас как красная тряпка для БК. Но ко всему же надо разумно подходить. Да, мы об этом и говорим сейчас с Ольгой Алексеевной, что маски, когда идут эпидемии, когда вы просто, неважно, эпидемии нет, но вы заболели чем-то. Ангины, простуды. Герпесом, да герпесом самым простым. Конечно. И вы чихаете, вы как порядочный, если вы себя таковым считаете человек, вы обязаны надеть маску, чтобы других не заражать. Вы непринужденно можете это сделать, но вот для того, чтобы люди вокруг вас не чувствовали себя дискомфортными, не вжимались в углы от вас где-то в транспорте, вы просто обязаны носить маску. Но да, только маски должны быть другие. Другие, другие маски должны быть. Мы сами их должны шить себе, мы сами должны делать, потому что никто нам не сделает ничего полезного для нас. Чем-то обработают, чем-то сделают. То есть, для меня это было очень, так сказать, удивительно, потому что я их купила, они у меня лежали, но я их не носила. Я поняла, что их невозможно носить. Гипоксия сразу наступает. Вы понимаете, если даже глубже говорить, мы, конечно, сегодня эту тему не разберем, но просто коснемся пищу для размышления вам и зрителям. Вообще, если говорить широко и глубоко, разбираясь в теме, то все начинает памперсов, подгузников правильно говорить, потому что памперс от названия фирмы, а имеются до подгузники, до прокладок, извините, там такое добавляют, из таких материалов покрытые делают, чем? Что это, вот знаете, сейчас даже ведь есть, но, к сожалению, это в основном за рубежом, даже фирмы, которые био. Вот у нас, кстати, это тоже меня, знаете, страшно поразило. Это под сурдинку, когда санкции пошли несколько лет назад, у нас полностью перекрыли поставки практически, ну вот есть единицы товаров с сертификатом био. То есть вот прям по ним какая-то прошлась особая, вот, то есть что сейчас проходит, ну есть, и у нас вот есть соевый соус, который био-сертификат, то есть точно не ГМО там соя бралась, есть такой из Таиланда, именно био-сертификатом. Есть у нас там кокосовое масло, есть там, но в основном практически все вот просто как с мелом. Ну вот тоже вот такая тема. Ну, в общем, мы поделились своими болями с вами, между собой, и я думаю, что здесь единственное, что нам может помочь, это разум. Это разум, это адекватность, и это обмен, обмен информацией, обмен знаниями. То есть у нас могут забрать все свободы, но свободу обмениваться знанием забрать очень сложно, потому что, как бы, человек рожден для того, чтобы говорить, общаться, передавать информацию, и вот этим мы сейчас занимаемся. Пожалуйста, покупайте продукты, которые для вас делают очень грамотные люди. Пожалуйста, будьте доброжелательны, берегите себя, берегите близких, и обучайтесь жить в этом мире, в этом мире. Другого у нас не будет пока. Обучайтесь жить в этом мире безопасно. Вот это вот последний мой совет. Ольга Алексеевна, ну, а я в заключение обращаюсь к зрителям, следующее скажу. Во-первых, дорогие друзья, я все-таки полагаю, что если так гайки будут закручиваться и дальше, по всем фронтам, то эти люди все-таки, кто это делают, доиграются. Рано или поздно есть терпение и предел у всех. У народа тоже. Это первое. Второе. Что касается, например, Кораллового клуба, если вы захотите, определенные, разумеется, там не все, так нельзя говорить, что все прекрасно, только потому что там есть очень хорошие продукты. Вот не было цинка. Вот сейчас Ольга Алексеевна сказала, что опять появилась. Так вот, если вы захотите приобретать продукты Кораллового клуба, какие-то, которые я рекомендую Ольгу Алексеевну, то есть не просто все подряд, а вот то, что действительно, вы поймете, зачем и почему это вам надо. Если захотите, то под данным видео будет ссылочка на регистрацию в Коралловый клуб, чтобы у вас была скидка не обычная розничная цена, а уже клубная, там она на 20% ниже, чем обычная розничная. Это первое. Тоже хорошо, денежку сэкономите неплохо. Второе. Если вы захотите покупать качественный, экологически чистый, с высоким содержанием питательных веществ, минералов, витаминов и так далее, продукты, натуральное питание и концентраты из этих продуктов, то у нас на нашем сайте, опять-таки же, nadgar.ru, а ссылочка будет под видео, вы можете это сделать на нашем сайте, ну, на моем сайте. И еще, что хочу единственное сказать, вот на примере куркумы мы коснулись. Вот у нас, Ольга Алексеевна, например, есть куркума. Вот в Индии существуют самые лучшие сорта, которые содержат действующие вещества куркумина, примерно 3-3,5%. А у нас есть куркума, которая из Камбоджи, уникальная с одной провинцией, которые есть сертификаты, которые подтверждают 10,5%. То есть, это, ну, там совершенно другие лечебные свойства совершенно. Вот, кстати, кто захочет понять глубже, у меня есть видео, куркума так и называется, посмотрите. Дорогие друзья, посмотрите еще обязательно мое видео про брокколи. Ольга Алексеевна тоже очень рекомендую, очень интересная информация. И про проростки брокколи. У нас есть семена, если самим проращивать, отстригать вот этот верхушки, микрозелень, да, то, конечно, это, я даже говорить сейчас специально не буду, что и времени уже не осталось. Ну, кто захочет, изучите. Я досконально в этом видео поясняю, насколько ценны проростки брокколи. Ну, пожалуй, наверное, на этом все на сегодня, да, Ольга Алексеевна? Очень рада была с вами снова встретиться, Юрий Андреевич. Мы идем с вами одной дорогою, одной дорогой идем, параллельными путями. Вы еда, я суплименты, да, ну, и тому, и другому надо сейчас уже обучаться. Если раньше бери, даешь, то сейчас уже не так. Сейчас уже надо знать, где взять, что взять, у кого и как. Вот это сейчас. Надеемся, будем здоровы. Да, всем, я, дорогие друзья, всем хорошим, честным, порядочным людям. Я желаю крепкого здоровья, конечно же, всем людям благоразумия и здравомыслия желаю. Ну, на этом все. Я думаю, что теперь мы будем какие-то тематические вопросы освещать, то есть конкретная тематика, разбирать. Ольга Алексеевна вспомнила последнее назидание одного зрителя. Скажите, сейчас муссируются такие слухи, очень многие в интернете пишут о том, что вот, мол, польза коллоидного серебра, да, но есть, говорит, вред, они же накапливаются, серебро в организме, и это огромный вред. Что вы можете на эту тему сказать? Ну, дело в том, что есть металлическое серебро, а есть ионы серебра. Ионы серебра – это мельчайшие частицы, которые не накапливаются. То есть это практически в дистиллированной воде, в ионном состоянии, по уникальной технологии, вот эти вот серебряные, по сути дела, атомы-молекулы, да, поэтому это не то металлическое серебро, которое проторгол, колоргол, это совершенно другая история. Коллоидное серебро не накапливается. Ну, все, благодарю, что вы ответили. Да, конечно, конечно. Ну что ж, тогда, дорогие зрители, ставьте, пишите вопросы, какие будут у вас, и мы обязательно сделаем новые встречи и ответим на ваши вопросы. Ольга Листьевна, всего хорошего, до свидания. Всего хорошего, до свидания. Ольга Листьевна, всего хорошего, до свидания.